О посте. Слово третье спуря. Недавно, братья, из слышанного вы узнали, как благодетельно начало поста. В самом деле, постясь мы были угощаемы как бы вкусной пищей, вещественными началами мира, когда не с мало, но напротив с великим чищанием созерцали духовным оком Бога, простирающего небо, украшающего твердь, укращающего море, дающего пищу из земли. И обрати внимание на удивительные обстоятельства. Женщины сначала рождают детей, и только тогда доставляют им пищу. Так что, если бы не появилось на свет дитя, материнская грудь осталась бы бесплодной. Земля же произвела пищу прежде сотворения Адама, и до рождения была приготовлена пища младенцу. До рождения была уготована трапеза первому человеку. Бог сказал, да произрастит земля зелень. И потом уже сотворил человека из праха. И сделал это он не без цели, но для того, чтобы человек, явившись из земли, живя на ней, называя ее своей матери и взирая на нее, не превозносился, но обращался к Богу следующими словами Адама. Земля я и пепел. Такими словами исповедал себя некогда перед Богом этот страннолюбец, умоляя Господа. Прекрасно и для нас произносить их. Ведь эти слова являются самыми надежными средствами к обузданию естества. Они не позволяют человеку, если он станет любить землю, вести беспорядочную жизнь, так как он сам есть земля. Если он любит землю, то пусть владеет своим телом, сделает ее подоносным и добродетелей предоставит как дань виноградарю вселенной. Отец мой, говорит он, виноградарь. Станет ли когда-нибудь страстно желать золота тот, кто знает, что он земля? Станет ли любить когда-нибудь блестящей одежды тот, кто называет себя прахом? Будет ли когда-нибудь ревностно стремиться к достижению почета тот, кто признает себя землей? Ясно для всякого, что человек, который помышляет об этих словах, не скажет зла ближнему, не поднимет руки свои против соседа и не станет скриветать на него. Так премудры и прекрасны были слова этого страннолюбца. Я, сказал он, земля и пепел. Он не говорит я создание твое, чтобы было истинно. Не говорит я образ твой, чтобы было справедливо. Не говорит вдохновение божественное, чтобы было бы правильно. Или одаренная разумом статуя, что можно было бы сказать безопасно. Но умолчав обо всем этом и придав забвению по чувству богобоязненности, он показывает себя перед судьею, землею и пеплом. Размышляя об этих словах, каждый пусть подвизается в милосердии, предается смирению, уступает первенство ближнему, не превозносится достоинством, не надмивается могуществом, не гордится властью, не полагается на богатство, не кичится здоровьем, не хвастается красноречием, ведь кто сегодня пользуется почетом, завтра будет в земле. Кто сегодня в славе, завтра во гробе. Кто сегодня на престоле, завтра придается печали. Гордый сегодня, завтра в могиле. Кто сегодня занимает судейское место, завтра покоится в гробнице. Сегодняшний вождь, завтра превращается в пепел. Знаменитый сегодня, завтра станет пылью. Кому завидует сегодня, завтра возбудит отвращение Знатный сегодня, завтра сделается неизвестным Внушающий сегодня страх, завтра облечен будет погребальной пелены и повязки Красноречивый сегодня, завтра безгласен Окруженный сегодня толпой льстецов, завтра пищит червям Благообразный сегодня, завтра безобразен Несчастный сегодня, завтра отвратителен Прекрасно сказал Премудрый Что гордится земля и пепел? Серахов 10.9 Зная это, Анна, мать пророка Самуила, отдавая сына своего на служение Богу, говорила в молитве Да не хвалится сильней силой своей, и да не хвалится богатой богатством своим Но пусть желающий хвалиться хвалится тем, что разумеет и знает Господа Да не хвалится, говорит Премудрый Потому что, обратившись в пепел, мудрец становится безрассудным Да не хвалится сильный, потому что является во гробу пылью Он теряет красоту телесную, подобно траве Да не хвалится богатый, потому что он пришлец и случайный гость богатства Как воспел Давид Когда же говорит мудрый, сильный, богатый, смиряет гордость тех, кто полагает надежно обманчивые волны житейского моря Поистине, настоящее есть волнующееся море А конец каждого, как доказывает опыт, неизвестен Настоящее это волнующееся море И набегающая одна за другой волной его ежедневно выревает душу В самом деле Одного оно надмивает почетом, другого властью, того подавляет могуществом А этого приводит к погибели богатством или красотую Всех же, так сказать, не извергает душевными вожделениями в пучину пороков Но ты, верный, по слову апостола, человек Божий Беги от волн вожделений Уклонись от житейских бурь И возвышаясь над страстями, как бы над волнами Плыви по житейскому морю В вере в душевную ладью спасительному древу Мачтой пусть будет тебе крест Якорем вера Канатом надежда Веслом молитва Кормилом правые помыслы Парусом Христос Попутным ветром Дух Святой Кормчим отец всяческих Если ты будешь плыть таким образом, для тебя не будет неизвестным конец жизни Плывя так, Ной переплыл, покрывавший вселенную море Плывя так, Авраам уступил первенство Лоту и назвал себя землею Благодаря этому Исаак также достиг желаемого, плывя так, Иаков остался непорочным и избежал треволнений Прося у Бога не богатства, а только хлеба и одежды Потому что стремящийся к богатству впадает в искушение Плывя так, Иосиф избежал бури, козни и похоти Плывя так, Моисей, Иисус новин и остальной сон пророков и праведников Вверили себя подобно ладье десницы Творца, как бы безопасной от морских волн пристани Ведь праведных души сказано в руке Божией Так как совершив благополучное плавание, они имеют пристанищем десницу Божию Они имеют общение с Богом и все-таки называют себя землею и пеплом На какое великое безумие, какое великое иступление ума Авраам беседовал с Богом, был избран отцом народов Пришлец, стал наследником обетования Хотел принести в жертву, как агнца, первенца своего И в то же время называл себя землею и пеплом А вот ныне люди, являющиеся лишь управителями, а не обладателями незначительного участка земли Украшенные лишь временным и скоро приходящим достоинством Так как истинное достоинство есть благочестие Облеченные временной властью, обладающей минутным могуществом Говорившие разве только с царем или наместником, а не беседовавшие с Богом Эти люди, принявшие в церковь дары, полученные путем хищения Или подав нищим несколько мелких монет Тотчас горделиво поднимают голову И говорят с нами, как бы взирая с высоты неба Хотя они-то поистине являются землей и пеплом И даже более того, землей бесплодной В самом деле, братья, душа корыстолюбца – это место, поросшее тернию Душа стребролюбца – бесплодное поле Пользование чужим – бесплодное приобретение Тело блудника – пустынное поле Замыслы гордых вместо полной пропасти Слова обвинителей, не приносящие прибыли торговли Тлоумышляющие против ближнего своего – сообщение дьявола И старание его – напрасный труд Познав все это в церкви, возненавидим же хищение Будем упражняться в добродетелях Будем избегать нечестия Будем ревностно стремиться к любви Уклонимся от похоти, возлюбим непорочность Будем гнушать обмана Будем относиться друг к другу чистосердечно Потому что, как говорит Давид О клеветающего тайны искореню Я изгонял их Псалом 105 Явим себя землей плодородной Произращающими побеги правды Приносящими плоды Человеколюбия, воздержания И справедливости Приносящими Богу зрелые виноградные грозди И исповеди И когда вы исполните даже все это Говорит Христос Говорите Мы, рабы, ничего не стоящие Это слова владыки Христа Ему слава и держава Со Отцом и Святым Духом Во веки Аминь Субтитры создавал DimaTorzok